друзья приветствуем вас на портале обучения и саморазвития и да сегодня у нас действительно будет один из самых эпических в интернете отзывов о последствиях приема не наркотических и полностью разрешенных на данный момент веществ как многие утверждают способствующих саморазвитию а именно мы сегодня поговорим о последствиях принятия довольно больших доз можно сказать даже передозинга грибов мухоморов и соответственно а так называемых мухоморных трипах что в переводе с английского о мухоморных путешествиях а главное что это такое зачем это может понадобиться вменяемому человеку и почему сегодня это так популярно ну и конечно вдобавок расскажем свой реальный опыт причем наверняка даже самые эпичные из тех что есть на данный момент в открытом доступе в интернете так как мы в целом тоже готовились и пересмотрели довольно много информации чтобы хоть как-то понять упорядочить и обезопасить этот процесс причем как говорится в итоге это оказалось не зря так как действительно нюансов в таком изначально рискованном мероприятии довольно много это когда много раз у нас самих могло пойти что-то не так да и в итоге пошло почти все не по плану как собственно происходит и у большинства других экспериментаторов насколько мы слышали также по количеству принимаемого вещества мы немного перестарались причем более чем в несколько раз так что рассказ обещает быть далеко не скучным но и главное что результат таки был причем довольно интересный и который можно сказать даже превзошел на порядок все наши самые смелые ожидания и да в итоге по классике было много криков про настоящее просветление бога изменения хода времени яркие сочные и более чем правдоподобные картинки и ощущения возможно даже настоящие инсайды короче получилось довольно интересно при этом мы конечно наступили на почти все возможные грабли поэтому собственно мы сегодня и поделимся данным опытом а также по ходу расскажем некоторые подробности рекомендации предостережения по употреблению грибов мухоморов чего мы естественно делать вам не советую вообще но для тех кого это и так не остановит поделимся своими впечатлениями и наблюдениями по этому поводу только сразу предупредим что на самом деле мы конечно же как представители портала обучения и саморазвития отрицательно относимся к любому виду так сказать изменяющих сознание веществ но в этот раз даже мы не могли пройти мимо этой темы так как последнее время она просто мега популярна мы если вы знаете не так давно сделали наверное самый большой и объемный полудокументальный фильм по микродозингу мухомором о том что это такое и зачем это нужно но нас и после этого зрители не переставали бомбить вопросами и о более радикальном использовании мухомора как так называемого растения силы как говорится в стиле лучших шаманов севера применяющих это растение не только для лечения недугов тела но и для предсказаний будущего общение с так называемыми духами и в подобных эзотерических целях собственно чтобы мы могли что-то авторитетно ответить и посоветовать на данную тему мы решились на этот эксперимент так сказать во благо всех живущих существ и вот что из этого в итоге получилось и так первое и самое главное что вы наверняка уже и так поняли что мухомор это не наркотик в привычном смысле этого слова да и вообще не наркотик также мухомору скорее всего у вас не будет никакого привыкания а может даже наоборот отвращение ведь вам слишком хорошо от него не будет и не надейтесь а вероятнее всего будет именно плохо ведь по сути это не развлечение а именно относительно контролируемое отравление организм как это понять ну например бывает что при высокой температуре или какой-нибудь тропической лихорадки бывают тоже некоторые видения или бред также у людей попавших в аварию иногда останавливается сердце и бывают некоторые эффекты вроде выхода из тела и тому подобное и для многих это необычный опыт который может повлиять на многое но это и далеко не повод как говорится повторять это дома и уж тем более нормальный адекватный человек вряд ли на это подсядет и будет повторять аварию с риском для своей жизни много раз так что реально задумайтесь стоит ли она того также в любом случае в большой дозировки это по факту не будет полезно для физического здоровья вашего тела причем возможно даже сильно не полезно но главное прием мухомора может сказаться негативно и на психике особенно на не очень устойчивым и еще не очень окрепшим сознание так что для кого-то подобный эксперимент может быть хоть более-менее оправданным например для различных эзотериков мистиков и прочих крайне странных людей которые хотя бы десяток лет уже занимаются саморазвитием и какими-то относительно духовными практиками для людей у которых довольно крепкое здоровье и устойчивое сознание кто прямо позитивно настроен и уверен что все будет хорошо и это ему реально надо короче если вы уже давно что-то практикуете изучили уже сотни книг вдоль и поперек съездили уже ко всем известным учителям разных направлений но у вас все равно так никогда и не было никакого так называемого мистического опыта и вы как-то сильно по этому поводу переживаете то вариант конечно на свой страх риск попробовать и что-то подобное возможно у вас некая так называемая сильная перенапряженная и зажатое сознание например из-за того что вы уже перечитали слишком много книг слишком развили свою логику и вам теперь чтобы расслабиться и полететь требуется некий пинок в неизвестность вот собственно для подобных странных людей мы углубились в эту мухоморную тему и выяснили что шаманы многих народностей действительно используют эти вещества даже сейчас а ранее мухомор вообще был одним из самых известных мистических растений силы в большинстве цивилизации мира но обо всем этом подробнее вы можете узнать в нашем профессиональном видео о микро дозинге мухомора сегодня напоминаю мы говорим именно о макро дозинге который как раз таки вреден для вашего здоровья а вот для сознания вреден или нет пока не понятно как я уже говорил считается что в целом мухомор разумнее всего применять для таких людей которые уже столкнулись с непреодолимыми проблемами в духовной практике или просто в жизни и уже признали свое поражение так как подобного эффекта можно добиться и без грибов но если вы реально уперлись в стену то как план b так называемые растения силы наверное могут попробовать до вас достучаться в обход вашего сознания и немного перезагрузить а возможно у вас даже получится столкнуться с некими мистическими проводниками и опытами как в книгах карлоса кастанеды но в любом случае мы не советуем подобные опасные эксперименты и особенно молодым людям с неокрепшей психикой особенно без какой-либо реальной необходимости и уж тем более в одиночку вообще большинство мастеров в теме духовности все-таки не рекомендуют и отговаривают от применения любых веществ изменяющих сознание поэтому всеми силами мы также советуем по возможности развиваться самостоятельно и не забывайте что все эксперименты над собой и своим телом вы проводите исключительно на свой страх и риск так что будьте осторожны лучше просто воспринимайте это как опыты над собой и эксперименты других отчаянных людей которым нечего терять пытающихся сделать хоть что-то на пути в поисках истины это по сути просто одна из тысяч возможностей попробовать взломать свое сознание и подсознание с помощью различных лайфхаков и приспособлений кстати далеко не самое безопасное и с непредвиденным для вас результатом так что будьте разумны и не повторяйте как говорится этого дома но конечно вы должны знать как минимум технику безопасности при таких экспериментах над собой чтобы хотя бы снизить риски негативных последствий ведь сегодня многие действительно решаются на подобное просто вдохновившись видео из интернета так что мы все-таки дадим несколько рекомендаций конечно первое и наверное самое главное предостережение а также самая минимальная необходимая техника безопасности при подобных экспериментах это взять с собой вменяемого а также желательно сильного и психологически устойчивого человека в напарнике ведь действительно ходе достаточно много не очень приятных историй когда люди под воздействием различных веществ полусознательном состоянии даже выходили из окон верхних этажей при этом естественно не взлетали вверх как птицы а соответственно не сумев преодолеть законы физики падали и разбивались об суровую и непоколебимую реальность этого мира также бывало что некоторые люди по отзывам из сети ломали мебель у себя дома на заодно и свои кости носы и прочие малоприятные последствия которые вы в теории можете совершить то время когда реально начнете не осознавать что происходит вокруг и где вы реально находитесь такой ситуации мало что осознавая и с раскоординированными движениями вы даже можете банально упасть спускаясь по лестнице поэтому техника безопасности должна присутствовать конечно же нет стопроцентной гарантии что вы захотите все сломать в доме а затем забегать по улице и кричать как сумасшедший это конечно происходит далеко не всегда но если вдруг вам подобное таки придет в голову тогда и должен прийти к вам на помощь ваш друг напарник знакомый или даже профессиональный ситтер обязанностью которого и будет наблюдать за вами во время продолжительности всего эксперимента обычно мухомор частично или даже полностью выводит вас из реальности как говорят опытные практики на 4 6 или чуть более часов так что все это время за вами должен наблюдать чтобы вы не натворили всяких глупостей или даже банально не захлебнулись в собственном соку и если вас вдруг начнет тошнить когда вы будете вне сознания согласитесь это будет неприятный исход да и вашим родственникам потом придется перестирывать ваши вещи чтобы в них отправить вас в загробное путешествие в иные миры но это понятное дело никому не нужно поэтому помощника ситтера найти все-таки необходимо даже если у вас его пока нет более того ситтер это тоже довольно непростая и достаточно ответственная профессия так как в худших случаях которые также иногда бывают вы действительно можете попытаться навредить не только себе но и вашему напарнику ведь мало ли что вам может прийти в голову во время так называемого негативного трипа так что в идеале ситтер должен быть физически сильнее вас и знать хотя бы самые простые приемы борьбы и удержания иначе лучшим вариантом будет вас даже предварительно для предосторожности связать хотя опять же сам факт связывания вам рук или ног в итоге также может привести к не очень удачному вашему настроению во время эксперимента если вы будете чувствовать себя некомфортно так что думайте сами как выкрутиться из этой ситуации но в нашем случае все нормально мой ситтер был физически крупнее и знал приемы борьбы а также как говорится ничто не предвещало беды так как экспериментирующий был позитивно настроен да и сознание у него довольно крепкая прослоенное сотнями если не тысячами и книг по саморазвитию причем не только прочитанными на и даже некоторыми самостоятельно написаны ну и вообще сознание повидавшие уже наверное всех все и вся а далай-ламы в северной индии до ритуалов воду в глубоких районах бразилии так что если честно у нас скорее не было уверенности что грипп вообще пробьет эту стену подсознательного неверия в успешный исход ну и плюс конечно более-менее неплохое здоровье плюс пару десятков лет непрерывных занятий спортом поэтому мы на всякий случай запаслись почти смертельной дозой отборных подсушенных мухоморов с экологически чистых и эзотерически насыщенных мест и собственно приступили наконец к самому эксперименту и так самый первый важный вопрос сколько же нужно съесть грибов чтобы случилось все это так сказать измененное состояние сознания обычно в интернете советуют не рисковать и останавливаться примерно на 2 3 сушеных шляпках мухомора средней величины это если считать по весу то примерно 5 8 грамм чистого продукта ну а далее если совсем плохо действует то через время можно еще немного добавить но очень осторожно и кстати да ученые утверждают что безопаснее всего употреблять мухоморы в сушеном виде в них якобы содержится меньше опасных веществ но многие испытатели не придерживаются даже этого и едят их сырыми у нас лично были подсушены но все еще мягкие идеальные по внешнему виду грибки сбора этого года из экологически чистых районов так что мы решили их есть прямо так сыром подсушенном виде никак дополнительно не обрабатывая более того грибы оказались очень вкусными чем-то напоминая по запаху и даже частично по вкусу чипсы с грибами или бульонные кубики галина бланк так что в начале ничего не предвещало беды ну а теперь рассказываю как все было в реальной практике мы вечером чтобы отметить эксперимент и просто покушать после тренировки перекусили фруктовым смузи мы сделали его в блендере из свежих и замороженных фруктов и ягод с шоколадом какао и с добавлением молочных продуктов что может нас кстати и подвело нередко же советуют на разных формах что если вы хотите пить алкоголь долго но чтобы вам не становилось плохо во время важных переговоров и сделок то съешьте перед этим пару кусочков сливочного масла тогда алкоголь будет всасываться гораздо медленнее и подействует на вас только через время в общем чтобы вы знали существует подобный бизнес лайфхак для важных переговоров и видимо похожий эффект был и в этот раз так как грибы действительно сначала практически не подействовали ну а так как грибы не подействовали то не спеша за некоторое время пришлось дозировку повысить постепенно в два а затем и в три раза потом мы еще поели обычной еды так как были голодными и я дополнительно добавил еще пару грибов сверху после чего их собралось уже довольно внушительная компания а эффекта также все еще не наблюдалось вот это уже было подозрительно но раз хорошая компания и времени было у нас много то мы наверное к часу ночи еще и компот решили горячий сварить все равно сидели на кухне и ждали пока начнется само эзотерическое действие а оно все не начиналось и не начиналось еще через полчаса я попробовал компот и меня еще больше отрезвило и вернула в максимально скучную реальность хотя на то время уже было съедено за десяток грибов после чего было решено под компот да есть и все оставшиеся грибы рассчитанные на 3-4 человека пойти так сказать в банк банально из досады что эти грибы вообще не действуют как надо считай получится что мы выкинули деньги и усилия на ветер ну а что делать хоть и довольно большая доза но хоть шанс еще появится что все-таки подействует это в итоге равнялось в моем случае примерно 14 15 грибам правда некоторые шляпки были не крупные но мясистые так что около 35 грамм чистого веса скорее всего там набралось мы их особо не считали и не взвешивали так как не было необходимость кстати если верить википедии то обычно по статистике смертельных случаев не должно быть до границы употребления 20 25 мухоморов даже в сыром виде так что запас еще небольшой был но вам точно лучше не доходить даже до этой отметки и остановиться на рекомендуемых двух трех четырех штуках а если у вас маленький вес тела как у меня то лучше начать с еще меньшей дозировки но в моем случае в этот раз после последнего примерно 15 съеденного гриба все-таки что-то начало действовать и еще через минут пять десять мне захотелось таки присесть не происходило ничего необычного но уже чувствовалось тяжесть и что скоро возможно что-то начнется сначала я присел потом прилег затем и накрылся одеялом с головой что было темно и была возможность рассмотреть что-то интересное и начал ждать вдруг что-таки до начнется хотя шанс успеха казалось были совсем небольшими сначала просто пошли так называемые вертолеты кто пил алкоголь в больших количествах знают что это такое не понаслышке как будто кружится голова и сознание вроде как перемещается внутри тела ощущение как будто ты крутишься на карусели и одновременно лежишь на кровати без движения некоторых от этого даже тошнит ведь получается что-то вроде морской болезни ну и конечно да не забудьте приготовить на этот случай заранее ведро но она вполне может вам как и мне в итоге пригодится да и кстати вообще 90 процентов того что я чувствовал скорее напоминала обычный алкогольный перебор или просто порцию обезболивающего ну и конечно до тех пор пока не началось самое интересное далее в общем я так сидел сидел вернее лежал лежал накрывшись одеялом и ждал прихода чего-то сам не знаю чего при этом конечно же хотел осознанно чтобы началось что-то хоть немного необычное и интересное а то опять же деньги на ветер еще эксперимент провален ведь результата нет хотя вроде все сделали правильно кстати еще один нюанс говорят что одна из важных задач перед приемом подобных веществ изменяющих сознание это иметь какой-то более-менее определенный запрос в своей голове условно вам надо придумать чего вы ожидаете и какой опыт хотели бы получить не факт конечно что все будет именно так как вы хотите грипп или какая-то неизвестная нам сила скорее всего в итоге сама выберет что вам нужно испытать но так или иначе и ваше пожелание тоже будет учтено у меня же сначала конкретных ожиданий и запросов вообще не было так сказать пусть вселенная сама решает что мне полезно в данный момент а что нет но когда напомнили что надо что-то придумать я решил что-то кида если нет запроса то ничего вообще может и не произойти поэтому немного слайд хочу и так и пожелал чтобы грипп показала что сам считает нужным главное чтобы было эпично и чтобы было что-то необычное и интересно и видимо тут вселенная меня и услышала вернее я почувствовал или подумал что надо что-то делать чтобы что-то началось а не просто лежать что я делал в основном закрыл глаза и как бы пытался что-то увидеть сквозь закрытые глаза всматриваясь в черный экран но ничего снова не происходило потом все же начались интересные эффекты я начал переставать чувствовать нижнюю половину тела не ноги а ту часть на которой лежу и которая соприкасается с кроватью довольно быстро этот эффект перешел и на все остальное тело и получился такой эффект как будто бы я парю и вообще по ощущениям не дотрагиваюсь ничем до поверхности на которой лежу соответственно если лежишь закрытыми глазами то реально ощущаешь как будто бы ты висишь в воздухе в полной темноте границы тела при этом постепенно размываются и само тело перестаешь ощущать как таковое вообще начинаешь осознавать свои мысли как будто отдельно да и самого себя уже не как тело а как некий мыслительный процесс вот это уже стало походить на что-то интересное я кстати пробовал во время этого пошевелить руками и ногами и в эти секунды я их все-таки нормально чувствовал примерно как и обычно но когда переставал двигать и закрывал глаза то по ощущениям как бы снова зависал в пространстве как будто под анестезией просто не чувствуя поверхности своего же тела но через некоторое время после этого началось и все самое интересное и мир остановился и если честно я уже не помню что конкретно и в какую секунду это произошло но я вдруг заметил что мир полностью застыл в одном моменте и все было бы хорошо если было бы как в кино все люди бы застыли и время остановилось а я остался единственным кто мог бы ходить и делать что захочет но в этот раз было все не так просто проблема в том что и я сам не мог даже пошевелиться в этот раз мир реально совсем полностью и окончательно остановился в одном моменте буквально как фотография по сути движимым осталось только одно лишь мое собственное сознание ну короче вот этот самый мыслительный процесс который мы обычно и думаем я сначала если честно вообще не понял что происходит но постепенно что-то начало сдвигаться и я как-то по ощущениям начал понимать или вернее догадываться что так не должно быть в привычном для нас мире и видимо я достиг какого-то просветления именно с этой точки и именно с этой секунды вернее не совсем того или даже совсем не того состояния которое чаще всего называют обычным среднестатистическим просветлением в эзотерических и духовных книгах я скорее просто почувствовал или даже можно сказать почему-то с почти стопроцентной уверенностью осознал что я и есть та единственная личность которая все это время существовало в мире и ради которой по сути это все и происходило вот прям совсем все из-за которой и для которой по сути и развивалась вся вселенная но все внешне происходящее и было неким сном той одной единственной личности сознание которой и было распылено или расколото во многих других телах и формах а теперь я потихоньку начинаю просыпаться и возвращаться в ту реальную реальность где по сути есть только я вернее этот вывод я сделаю буквально через несколько секунд а пока для меня вся вселенная просто начинает медленно сдвигаться причем как-то явно подозрительно как в зависшем компьютере поэтому я пока не очень понимаю что происходит все как-то очень странно реальность и картинка для меня осталось в том же застывшем виде а вселенная начала то ли разворачиваться назад вспять или вообще частично распадаться и скорее всего с этого момента я начинаю понимать что сейчас начнется некий великий перепросмотр но как-то в общем я понимаю что весь мир уже все прекращает существовать из-за своей дальнейшей бессмысленности я понимаю что в данный момент мир уже полностью остановился для всех живых существ на земле а может и вообще в галактике и всей вселенной я начал как-то осознавать и чувствовать что как такового реального мира по сути вообще никогда и не было был только я а все остальное происходило как некий большой сверх театр некие иллюзорные проекции как в кино нужные именно для моего опыта и некой большой игры ну то есть как бы я был один единственный человек а вернее лучше сказать один единственный сверх бог и соответственно одно единственное сознание во всем мироздание а вот уже в сознании этой одной некой единственный божественные сущности и происходил весь мир ну и соответственно как наблюдатель в реальности я вижу что данное событие здесь и сейчас остановила весь этот процесс всю эту игру и соответственно весь мир мир остановился так как потерял смысл поэтому скорее всего именно сейчас в моем сознании вся история мира прокрутиться назад чтобы встроить весь этот опыт в мою память в общем чтобы я мог получить все знания и переживания всей вселенной до данного момента ну и конечно заодно я начал постепенно осознавать что все это было сильно сложнее чем казалось ведь после замирания вселенной стало очевидно что во всем мире осталось только одно единственное сознание а все остальное было ложно вернее являлась просто иллюзией но самое интересное что очень повезло ведь сознание осталось именно моё но теперь что делать я постепенно начал осваиваться думать и пытаться произносить какие-то слова уже в этой приостановленной вселенной начинала все это напоминать как будто отключили допустим некую супер компьютерную симуляцию все зависло но постепенно я из нее выхожу сначала я конечно решил что думаю в данный момент я соответственно значит и бог это именно я и меня также и зовут как творца всех вселенных или всей этой симуляции но главное также как и человек которым я был несколько минут назад и каким я отчетливо себя все еще помню у меня даже успела промелькнуть мысль что очень удачно назвали творца миров и как это хитро и даже остроумно было продумано самого начала но длилась эта мысль не очень долго ведь тут начинается еще более неожиданный поворот картинка перед моими глазами понемногу начинает сдвигаться и я вижу друга моего ситтера сидящего рядом через пару метров на кровати который вообще не напрягаясь улыбается и наблюдает за мной с мобильным телефоном в руках соответственно я растерянный спрашиваю тимур будем называть его так хотя по понятным причинам имя могло быть изменено это все ты так мерзавец и задумал изначально он наверное и в реальности отвечает что да типа это все я можно сказать придумал и тут реально в моей голове как-то все это сложилось вот это поворот думаю я творец вселенной на самом деле не я а именно тимур и он непонятно зачем меня как человека на самом деле выдумал чтобы настолько усложнить эту супер симуляцию творения мира до прямо вообще такого максимально непредсказуемого хода после этого я почему-то сознанием цепляюсь за имя моего ситтера пусть это будет для примера тимур но при этом все же отчетливо понимаю что тимур на самом деле это и есть я так как сознание все-таки существует лишь одно во вселенной что все еще остается для меня очевидным из-за этого я начинаю размышлять что тимур все-таки и есть мое настоящее изначальное я просто это не то я через которое я мысль сейчас а то сверх я с большой буквы которым я полноценно стану только когда смыслю и впитаю в себя весь опыт вселенной его же как отдельного человека тоже уже не существует а передо мной просто застывшая картинка и просто с той стороны где он лежит я слышу некоторое подтверждение всему что происходит в результате я начинаю догадываться что с этой точки таки будет произведена та самая полная аннигиляция то есть полное разрушение мира и перепросмотр мной всего накопленного опыта вселенной но собственно да если вы все еще следите за повествованием то тем мной обычным который предположительно скоро станет тимуром творцом вселенной я понятное дело начинаю сильно удивляться если не сказать хуже почти офигевать от масштаба всего этого заговора и вообще странной концепции вселенной которая получается была создана по сути для именно этого момента чтобы на нем все и закончилось но зато теперь все логично и очевидно стало на свои места мир на этом остановился просветление единого бога почти произошло правда бог осознал что он пока еще не совсем бог но скоро им станет а главное что таки да он тут единственный живой человек вернее он просто и есть одно единственное живое осознающее существо во всей вселенной для кого вся эта каша и была по всей видимости заварена короче примерно таким были мои первые домыслы и размышления во время того как мир просто по факту остановился и начал двигаться крайне заторможенно и возможно даже в обратном направлении поэтому я почему-то стал догадываться что очень скоро попаду в реальную реальность и стану тем кем я есть и кем всегда был на самом деле при этом получается что мир таким каким он был или казался раньше это скорее некая запрограммированная игра невероятно сложная и реалистичная игра имитирующая реальность сделанная каким-то суперкомпьютером или неким другим образом которую возможно именно я когда-то собственноручно и запрограммировал для себя сегодняшний примерно такой была моя первая и самая логичная догадка ну а что еще можно было подумать оказавшись в ситуации когда вселенная пошла вспять а ты чувствуешь что один во вселенной и голос улыбающегося рядом человека говорит что все так и было задумано типа а ты как думал да все написано в книгах об изначальной иллюзорности этого мира правда и вот наконец для тебя просветление и полная интеграция человеческого опыта запущена как раз именно с этого момента она и начинается правда еще интересный прикол в том что я довольно четко осознавал что этот момент максимально странный и банальный можно даже сказать туповатый для секунды окончания всей вселенной но мы же вернее я как бог вполне мог бы быть настолько умным что мне бы не составило особого труда именно так бредово а вернее так креативно запрограммировать этот мир чтобы он закончился именно на этой пусть странной но скорее забавной и непредсказуемой ноте ну а чего нет почему бы и не при приеме грибов которые разблокировали какую-то глубинную память в моем мозгу чтобы я осознал кем являюсь на самом деле а соответственно этот мир стал уже бесполезен так как я четко понял что все вокруг иллюзия кроме меня самого и да с одной стороны конечно странновато пройти эту игру лежа в трусах на матрасе рядом с ведром но с другой почему бы собственно и нет но вот такое она непредсказуемое просветление съел ровно столько грибов сколько было надо ровно в том месте и в то время которое было запланировано миллиарды лет назад ну или кстати возможно что и даже минуты назад ведь симуляция могла быть и с очень искаженным временем как во сне или просто очень быстро ведь время также может сильно отличаться в двух мирах и реальности этого мы точно не знаем но почему бы и нет возможно ли что я где-то сижу в шлеме виртуальной реальности и мне вся эта жизнь привиделась за несколько часов ну короче находясь в этом процессе и я понимаю что теперь либо эта игра перейдет к той части где основа вспоминаю что я изначально бог этой вселенной либо после этого я вообще этот шлем альтернативной реальности даже сниму в общем я к этому моменту уже точно понимаю а вернее скорее именно чувствую что таки начинается плавное внедрение опыта всей вселенной в мою голову или куда-то там еще что у меня есть так как я просто по сути дошел до заранее запланированного конца какой-то непонятно кем придуманной игры не обязательно кстати что игры именно компьютерной это ведь может быть запрограммировано или просто продумано каким угодно неизвестным не способом или даже например каким-то общим кодом вселенной главное в том что я как бы уже начал получать обратную связь от того самого в кавычках программист который за всем этим стоит и который все это придумал более того велика вероятность что он и есть я просто мое я еще не до конца в данный момент вышла из предыдущего состояния обычного человека возможно мое я еще локальное а он уже более глобальное общее я всего человечества это это так все просто при условии что мы существуем с этим разработчиком именно в одной вселенной но можно было и легко додумать что существует некая другая реальность населенная какими-то другими более продвинутыми существами или даже подобными нам людьми возможно они например для саморазвития играют в богов или в какие-то сложные игрушки компьютерного или другого происхождения в некую супер симуляцию развития вселенных для развлечения или чего-то подобного существуют ли другие живые существа на том другом конце симуляции также я не совсем понял если это все игра то есть ли у нее какая-то важная глобальная и полезная цель или вообще главная задача этой игры это просто показать и похвастаться самому себе какой же я сверхинтеллект или даже все это в основном ради как раз того самого момента удивления от процесса возвращения самого себя и сна в облике человек короче если интересно компьютеров и технических средств я все-таки никаких не видел просто я слышал на заднем фоне так сказать голос довольного компьютерщика ну или просто бога и теперь он говорит или мне так кажется что он говорит что теперь все началось процесс запущен наслаждайся и конечно смотри насколько я все это круто и архи сложно задумал но я с того момента таки до начинаю в своей голове идти по времени назад начиная впитывать опыт вселенной правда не очень спешно а в реальности я скорее просто продолжаю повторять что тимур вообще загнал реально ведь это ж надо было так все закрутить и так все переусложнить только лишь для данного спорного и даже достаточно глупого момента тимур уж точно совсем псих но и по сути невероятный гений раз такое придумал дальше правда уже не вспомнишь что было именно в четкой хронологической последовательной так как примерно с этого момента я попал первый раз формат полного сна или совершенно другой реальность соответственно и запоминать все происходящее там было немного сложнее при этом даже в другой реальности я очень четко все продолжал видеть ощущать мыслить анализировать и запоминать по моим впечатлениям это практически никак не отличалась от реальности а возможно это было даже более правдоподобно чем наша реальность но после выхода из нее почти все что происходило быстро забывается и скрывается от сознания примерно как недавно увиденный сон после пробуждения так что с этого момента не факт что все будет по хронологии но по сути для меня все предыдущее было буквально первые 10-15 минут путешествия так сказать в глубь себя и уже куда оказалось бы дальше в глубину кроличьей норы но нет с этого момента все интересное только и начиналось единственная проблема в том что я далеко не все помню скорее всего если у я бы посмотрел видео на котором меня снимали лежащим и говорящим что-то вслух то возможно я бы восстановил все до почти мельчайших подробностей но четыре или даже шесть часов снимать просто лежачего человека было скучно и мало реально или мы скорее по факту просто не подумали что это вообще может кому-то понадобиться а надо было наверное подумать ну или не надо в данном случае кто знает просто теперь по факту я могу дать совет что скорее всего было бы разумным снимать весь процесс на камеру может действительно человек затем сможет все увиденное восстановить и понять чем этот опыт полезен именно для него а возможно и потом получится лучше расшифровать все свои видения с помощью профессионала по логике опыт подобных сновидений наяву станет куда полезнее если вы его хотя бы запомните а тем более если реально поймете ну а теперь вернемся к моему эксперименту в общем после того как я удивляюсь тому как ловко и гениально мой друг ситтер все подстроил чтобы мироздание закончилось именно здесь и сейчас хотя это опять же была лишь моя интерпретация мне об этом никто не говорил но я именно так почему-то подумал скорее всего кстати потому что я перед собой увидел всего лишь одного человека вернее услышал один голос от одного человека и я естественно схватился за мысль что это именно его рук дело просто нюанс что он скорее всего по ощущениям и есть я или как-то напрямую связан со мной и моим сознанием но после того как я удивляюсь как все это славно придумано мной же я видимо теряю сознание или усыпаю и попадаю сначала в некое пространство где вообще никого и ничего нет в некий вакуум как бы в черную комнату без границ или даже бесконечный вселенский простор хотя я если честно не вглядывался в края и даже не подумал что на это интересно было бы обратить внимание как будто меня поместили туда допустим как чей-то эксперимент причем как опять же мне казалось хотя никто об этом не говорил что скорее всего кто-то со мной это сделал целенаправленно и так все изначально и задумывал мне в итоге по ощущениям показалось что задумывалась все это как некая игра в которую условно помещается человеческое или подобное сознание там она сама в этом пространстве разворачивается и дальше уже развивается а со временем достигает уровня бога или сверх вселенной как я это увидел и понял на практике я просто появился в темноте и естественно сначала я ничего не понял что происходит вокруг была темнота и пытаясь хоть как-то сориентироваться сказал просто слово я затем я произнес слово есть или даже сказал еще раз отдельно я есть потом я начал задавать наверное сам себе вопросы типа кто я где я тем самым начал можно сказать осматриваться и пытаться понять кем я стал конкретно и где я нахожусь а затем и что должно начать происходить но главное что вместе с моим голосом насколько я помню прямо посередине этого пространства уже начала разворачиваться первая материя как будто достраиваться кубиками по спирали я этому конечно же удивился но это скорее заинтриговала поэтому я стал пытаться понять что происходит и экспериментировать дальше произнося достаточно банальные фразы а когда постепенно у меня чуть спал шок примерно по моим ощущениям через пару минут я стал произносить текст уже примерно такого плана что тут происходит может я бог может я реально все-таки бог что реально когда все это закончится я стану богом и познаю все нет я в это не верю это бред это невозможно такого не может быть но ничего негативного не происходило а кубики материи с каждым словом все добавлялись и тут до меня начинает доходить что ведь в теории возможно это все же не бред они это невозможно или же все-таки возможно не может быть я конечно далеко не был уверен но в этот момент пространство все больше разворачивается и разворачивает доказывая реальность происходящего и я начинаю чувствовать как в меня начинает заходить некая информация или энергия которая связана с этими же кирпичиками которые строятся каждый раз когда я произношу какое-то слово причем по сути любое слово которое я скажу сопровождается созданием новых объемов материи но также я параллельно начинаю подозревать или просто чувствовать что-то наподобие дежавю что все эти слова которые я говорил они достаточно банальные скорее всего почти сто процентов людей если их сознание поместить туда в ту же самую ситуацию то они стали бы говорить примерно то же самое кто я где я что я реально теперь бог почему каждый раз когда я произношу слова умножается материя то есть само по себе происходящее скорее всего уже натолкнула бы и вас на подобные мысли что вы есть бог или какой-то творец и создатель чего-то далее я собственно постепенно начинают делать вывод что если я буду так и продолжать говорить то довольно скоро стану сверхразумным живым существом и создам целую вселенную и хотя я полностью по своим ощущениям управлял своими мыслями и словами и главное импровизировал как хотел но одновременно и замечал что происходящее было очень похоже на какой-то скрип то есть довольно незамысловатый шаблонный поток мыслей создающих материю но и снова я начинаю понимать что на другом конце этого разворачивания материи я неизбежно и становлюсь богом всей вселенной по сути только что зародившийся из единой изначальной точки вернее даже не из точки а просто из сознания в данном случае именно из моего сознания из которого и появилась первая точка произнесением слова я еще интересно что при этом всем процессе созидательства и креатива я все равно фоном чувствую что это не принципиально что именно мое сознание в данный момент участвует в создании вселенной ведь это могло быть сознание любого другого человека или вполне может быть и не только человека ну а также возможно что если во вселенной существует одно единственное сознание то скорее всего все это повторялось заново уже бесчисленное количество раз по очень похожему или даже идентичному сценарию хотя это возможно включалась и обычная логика ведь если подобное зарождение вселенной и сознание вышло случайно то это прям нереальное совпадение и даже чудо или опять же скорее всего это все же какой-то великий замысел или даже просто игра в развитии того живого существа и сверхразума который находится в конце всего этого разворачивания далее я уже мог сопоставить факты и подумать что видимо уже не раз проживал то что только что случилось при зарождении этой вселенной опять же показалось очевидным что этот процесс довольно логичен и управляем причем скорее всего кем-то более разумным и опытным они сознательно именно мной так как я по сути в тот момент был неопытным сознанием почти с чистого листа толком не понимая что вообще делать кто я куда нужно развиваться и к чему стремится я изначально когда появился вообще не понял что происходит просто постепенно сам размышлял сам развивался сам делал выводы глядя на то как материя разворачивается и как реагирует на мои слова никаких дополнительных подсказок или как и что делать мне никто не говорил но опять же я чувствовал что там на другом конце развития когда ты дойдешь туда то точно станешь каким-то сверхразумом или даже разумной вселенной но в итоге мой внутренний диалог и мое дальнейшее размышление стало идти такого плана похоже что я реально бог вот это поворот я реально бог я творец я настоящий бог я реально сверх существо тогда и моя внутренняя уверенность стала расти уже в разы с каждым последующим словом и голос мой постепенно начал меняться с обычного моего на довольно грубый бас на потом уже стал похож чуть ли не на раскаты грома примерно как в мультиках или даже как устрашающих фильмах каким и должен был быть голос всемогущего бога я бог я реально бог начал я твердить чувство как приливает сила и уверенность я сверх существо я бог я бог я творец и собственно реально в этот момент я уже начал чувствовать что становлюсь этим самым богом и реально вездесущей сверх мега супер сущности по сути наполняясь энергией и создавая материю уже размером с небольшую галактику или даже целую вселенную это было просто непередаваемо и сверх мега эпично я торжествовал в этот момент я даже сам сознательно своим намерением изменил свой голос с обычного моего как в жизни на грудной бас и мощно стал повторять это довольно много раз как мантру в общем начавшись с робкого вопроса наполняя силой и уверенностью может даже излишней я почувствовал и скорее всего в тот момент уже стал постоянное сверх наполнение и рост я чувствовал что быстро становлюсь богом и чтобы мне появляется некая сила а вокруг огромное пространство которым возможно я весь и являюсь или где я как минимум нахожусь и скорее всего всем этим управляю самостоятельно но вокруг в это время уже появились миллионы светящихся звезд и вращающихся солнечных систем вообще это было очень масштабно и красиво куда ярче любого кинотеатра с полным погружением хотя этот самый последний момент я уже не сильно помню я скорее всего начал входить в раж и наполняться силой настолько что у меня видимо произошел какой-то так сказать катарсис или просто переполнение некими новыми зашкаливающими через край эмоции что мне было совсем не до того чтобы смотреть по сторонам вглядываться в звезды и тем более в их конкретное расположение но и тогда скорее всего от переизбытка эмоции или просто как логичное окончание данной истории а может и банально от нервного перенапряжения меня первый раз начинает выкидывать назад в реальное пространство я чувствую как постепенно возвращаюсь в привычный нам всем обыденный мир если честно для меня это было определенного рода даже разочарование так как это означало что мир таки не остановился на самом деле а это было все-таки определенного рода галлюцинации сном или неким видением которое кто-то и для чего-то мне показывал но главное что все до этого момента было крайне правдоподобно я вообще не терял связь не с логикой не с реальностью не со своими ощущениями ни с чем другим я если честно достаточно сильно поверил в реальность происходящего и очень далеко не был убежден в том что я вообще когда-либо вернусь назад да и некуда было вроде как возвращаться так как я думал что весь мир навсегда остановился но в итоге этому все-таки не было суждено случиться кроме того конечно чуть позже я проанализировал и думаю что в том числе вел себя как ребенок когда начал впадать в раж осознав что я божественная сущность и целая вселенная может поэтому меня и выкинула из этого состояния так быстро возможно я еще не дорос чтобы чувствовать себя комфортно и вести адекватно в таких ситуациях для большинства это конечно нормально как же не порадоваться и не повосторгаться своим божественным голосом первый раз осознавая что ты бог но вот если ты реальный бог то это может быть очень безответственно и неосознанно с твоей стороны ведь где-то опять же из-за подобной казалось бы небольшой шалости возможно могли бы погибнуть десятки или даже сотни планет так что да пока видимо не хватает осознанности и отсутствие эго ведь было похоже что я вел себя почти как голодный ребенок которого пустили в кондитерский магазин а он сразу же налетел на витрины и начал хватать все подряд сразу запихивая себе в рот и ни на кого не обращая внимание конечно не будет удивительно если такого ребенка довольно быстро выгонят из магазин ведь потом еще полдня придется за ним убирать ну да ладно следующий раз возможно буду скромнее первый раз по неопытности наверное подобное случилось бы у многих примерно как если обычному человеку резко дать много денег то он может сделать свою жизнь еще хуже хотя казалось бы что могло бы пойти не так но на практике чем у тебя больше возможностей тем и больше рисков оступиться поэтому еще один вывод что в первую очередь экспериментируя с различными психоделиками а тем более намереваясь подняться так сказать высшие планы или миры уже стоит заранее быть подготовленным морально нравственно интеллектуально и эмоционально чтобы смочь адекватно освоиться в непривычной для себя обстановке и окружающей действительно в том числе и чтобы банально не сойти с ума именно поэтому ваш изначальный уровень саморазвития не менее важен чем возможность куда-то там попасть допустим другие миры а то вас опять же оттуда быстро выгонят и назад уже возможно не пут собственно я отвлекся в общем на практике после всей этой моей вакханалии в образе бога я почувствовал что меня возвращает назад в тело я снова приподнимаюсь вижу моего ситтера и начинаю просить чтобы он быстрее записывал и снимал все это на телефон ведь то что происходит просто гениально и по сути это первое просветление снятая на камеру которое можно обосновать и все такое хотя возможно именно про полный успех и первое логичное и обоснованное просветление я уже начал говорить просыпаясь во второй раз а первый раз когда я очнулся я просто попросил снимать так как это было уже достаточно эпично и просто непередаваемые ощущения после того как почувствовал себя богом в общем последовательность моих входов и выходов из этой реальности уже трудно восстановить помню точно что возвращался в нашу реальность несколько раз но затем снова засыпал и меня снова переносила или в начало создания мира или еще куда-то и каждый раз мне показывали или я сам видел чуть разные аспекты этого процесса а затем и что-то другое точно помню что так было раза три четыре минимум каждый раз видел своего ситтера или снимающего меня или просто играющегося в телефоне и в основном просил чтобы он снимал меня или не прекращал это делать параллельно повторяя как это удивительно и гениально так как каждый раз было что-то новенькое и необычное но продолжим уже буквально через пару минут после первого пробуждения я снова усыпаю вернее по ощущениям просто проваливаюсь в темноту уже второй раз и возвращаюсь видимо к тому же самому процессу создания мира из ничего вернее из моего нематериального сознания просто в этот раз все было уже максимально конкретно и ближе именно к его реальной объективной и логической математической модели в общем похоже что подобный процесс создания вселенной кто-то решил показать мне заново но уже в максимальном приближении и начиная с самого первого мгновения наверное чтобы я мог понять каким конкретно был тот самый первый кирпичик в этой вселенной но или в этой игре этой матрицы симуляции или еще что угодно подобное в общем каким было это самое начало вселенной и может ли она повторится снова если сознание допустим у бога сотрется или все просто по какой-то причине начнется заново с чистого листа с первого момента из первого бита информации кроме того возможно что этот алгоритм рождения вселенной универсален и он как и рождение детей снова и снова повторяется по одному и тому же сценарию бесчисленное количество раз просто в разных точках галактики или даже в разных измерениях в общем главное что мне в конце стало понятно как все это должно происходить и почему именно так поэтому я не сомневаясь и назвал это просветлением когда очнулся ну все надеюсь навел немного интриги а теперь возвращаемся к самому процессу и так я снова попадаю в это темное пространство в котором ничего нет и первое слово которое я произношу осматриваясь в темноте в этот раз это конечно же слова я хотя возможно это еще и не было первым слова просто я понял что я это я либо это уже появился первый квадратик материи но она сама по себе еще не имела никакой эмоциональной направленности то есть была просто серой или можно сказать эмоционально нейтральной и тут бог ну которым был собственно я чтобы создать правильную вселенную додумался произнести некое светлое и позитивное слово если честно то я точно не запомнил какое конкретно это было слово но это точно было произнесено открыто и в этом не было никакой тайны просто я его уже тоже немного призабыл так как не записал его сразу но слово было достаточно простое в роли слова свет или может даже некая светлота но точно не слова любовь такое бы я точно запомнил да и помню что еще успел подумать что странно что не любовь в общем было что то простое возможно слово добро или свет хотя также может быть что это было некое более сложное слово которого нет в нашем языке может именно поэтому я до сих пор и сомневаюсь было ли это слово свет добро или что-то другое очень похожее. Ведь, возможно, существует и некое общее слово, которое одновременно означает и свет, и добро, и тепло. Вот и могло быть, типа, позитивная, добрая и светлая любовь. Но не само слово «любовь», а скорее более нейтральный «свет и добро». Ну, наверное, это и не так важно, какое слово это было конкретно. Хотя, может, это и было очень важно, что за слово, но сейчас уже призабыл, и ничего с этим не поделаешь. Главное, что я точно услышал какое-то простое позитивное слово, и как я понял, что оно нужно было именно для того, чтобы придумать этим клавишем или по-другому первой материи или вообще всей будущей Вселенной некие определенные изначальные свойства. Соответственно, в этот момент именно светлые и позитивные свойства были переданы в самом начале этому первому строительному блоку Вселенной, и он даже подсветился изнутри. А дальше божественное сознание начало произносить и другие не очень сложные слова и словосочетания. Вследствие чего перед моим взором на этом изолированном участке, за которым я наблюдал со стороны, и начали сами достраиваться новые последующие блоки по тому же принципу расширяющегося квадрата. Слова произносились, как я понял, строго определенные и в правильной последовательности. А вот строительные блоки далее шли уже просто одинаковыми, можно сказать, по его образу и подобию, то есть ничем внешне не отличались от первого, просто из точки и достраивались вокруг нее, как в детском конструкторе. Это похоже на знаменитую форму улитки, которая идеально строится по числам Фибоначчи, что по сути и есть чистая математика, основанная на фракталах или каких-то нехитрых изначальных законах Вселенной. Но визуально, как мне показалось, эта первая материя строилась в форме неких квадратных, вернее, чуть продолговатых блоков, примерно как бубочки у кукурузы, такие продолговатые и вытянутые вверх, а также плотно прижатые друг к другу, примерно как клавиши пианино. На самом деле, думаю, что это и было самое важное в данной части моего видения, понять, как образовался именно тот самый первый кирпичик. Та самая первая клавиша и, можно даже сказать, первый островок в системной плате Вселенной, который и определил ее дальнейшее развитие. Также, конечно, я по привычке быстро начал думать и анализировать все происходящее. Но в этот раз я скорее уже был сторонним наблюдателем процесса. В отличие от первого, когда я был самим творцом, и все происходящее зависело напрямую от меня. В этот раз мне, наверное, это просто показали со стороны. Зато было больше времени подумать. Я быстро решил и догадался, что это позитивное и светлое слово, наряду со словом «я» и есть именно тот самый «логос», которым и начинается создание этого мира в Библии. Хотя, походу, мало кто вообще об этом задумывался, что такое «логос». Что это было за слово, зачем оно вообще было нужно и какую конкретную функцию несло. Так что даже только это мне уже показалось новой и сверхполезной информацией. И, соответственно, именно этот момент я довольно хорошо помню, так как у меня был некий восторг от того, как все это гениально и круто продумано. Что именно этот первый момент и самое первое слово так сильно повлияло на все дальнейшее устройство мироздания. Я решил, что это было сверхрациональное, универсальное и гениальное решение. И именно так и была сотворена Вселенная, можно сказать, мной из всего, считай, одного слова и сознания. Получается, настроенного каким-то образом на размножение материи или просто бесконечное самокопирование некого изначального кода. По сути, тогда получается, что мир произошел из одного единственного бесконечно копирующегося некого светлого «я». Поэтому так или иначе, все-таки да, выходит, что все создано по одному образу и подобию. И во всем содержится частичка изначального «я». Частичка общего сознания, некого «логоса». Это, конечно, звучит странно и даже во многом абсурдно, что все окружающее и вся вселенская материя состоит, по сути, только из одного «я». Хотя, если даже предположить, что «я» и есть изначальный свет сознания, то даже современные физики так и предполагают, что все состоит из неких фотонов света и волн. Просто грубая материя – это сильно уплотненные волны, энергия и свет. А менее плотная материя – это абсолютно то же самое вещество, только в более разреженной форме. Тогда так в итоге и получается, что если верить физикам, то вся материя Вселенной имеет одинаковую строительную основу. Просто в разных вещах и явлениях она содержится в разных количествах и состояниях. Но все, по сути, состоит из одинакового вещества, и теперь уже можно предположить, что, возможно, не так уж были и неправы, как ученые, так и те религиозные деятели и эзотерики, которые утверждали, что Бог содержится в каждой вещи, в каждом явлении и тем более в каждом человеке. Невероятно! Но если просто включить логику, то приходит осознание, что, собственно, какие еще есть варианты? Как все еще могло появиться из ничего? Если изначально до зарождения мира в пустоте было только сознание, то материя – это получается и есть скопированное много раз и уплотненное сознание. Из чего еще некое живое сознание хотя бы в теории могло создавать многообразие других вещей, как только не из самого себя, если вокруг из строительного материала у него ничего нет и никогда не было? Вот вам и получается единственное логичное объяснение теории Большого Взрыва из единой точки, когда вся материя Вселенной только и могла взяться из единственной точки, которая почему-то взорвалась, как утверждают ученые. А это и является возможным только путем бесконечного самокопирования материи из состояния, которое ранее было нематериальным. Поэтому легко могло умещаться в точке или даже в полной пустоте. Хотя, конечно, наверняка существуют теории Большого Взрыва из некой черной дыры или из параллельной Вселенной, но даже они абсолютно ничему не противоречат. Ведь должно же это изначальное сознание было откуда-то взяться. Может, это как раз некая симуляция или другой для кого-то мир, в который и было как-то помещено сознание, которое может творить материю из самого себя. Иного разумного объяснения практически нет. Хотя это, конечно, в моей интерпретации. И, скорее всего, на деле все это можно было бы рассказать сложнее и интереснее, с очень большим количеством формул и доказательств. Но суть, возможно, примерно такая. Хотя, если даже и так и физику с религией и эзотерикой когда-нибудь таки удастся помирить, то остается еще один вопрос, как Вселенная может вначале создаваться и рождаться каждый раз одинаково или почти одинаковым образом. Но потом, еще через некоторое время, в голову пришла такая аналогия, что, возможно, Вселенные создаются примерно так же, как у женщины рождается, а вернее сказать, как формируется ребенок. Ведь и там все происходит не так уж и многовариантно. То есть, всегда при зачатии нового человека происходит практически одно и то же. Как мы и учили на уроках биологии. Вначале это, по сути, одна оплодотворенная клетка с неким набором хромосом, то есть с неким изначальным «я», переданным ей от двух ее родителей. Потом эта же самая единственная клетка делится на двое, а через примерно двое суток уже на четыре почти одинаковых клетки. Через три дня, восемь и так далее по возрастанию. Потом уже через время каждая из этих клеток берет на себя некую определенную функцию, формируя тело ребенка. Но изначально все они появляются только от копирования одной единственной общей клетки. И главное, что этот процесс у практически всех живых существ вначале происходит на 99,9% одинаково, независимо от вариантов. От пола ребенка, от его цвета глаз, национальности или чего-либо другого. Да что там, ведь даже и у животных начальное формирование эмбриона происходит точно так же, как и у человека. Наверняка вы видели что-то подобное в той же книге по биологии. Так что вполне возможно, что даже для Вселенных, природы или кем-то еще придуман универсальный алгоритм зачатия и начального развития. Но каким образом это все реализовано, кодом похожим на компьютерный, на генетическом уровне или как-то еще, об этом опять же можно только догадываться. В моем случае никаких цифр, кодов, компьютерных элементов или чего-то подобного я не видел. Но при создании Вселенной, вероятнее всего, именно такой план изначально и был. Чтобы именно это конкретное слово и было заложено для создания этой Вселенной. Но всегда ли именно так зарождаются все Вселенные, этого узнать, к сожалению, не удалось. Ведь вообще, все, что я видел, было исключительно в визуальной форме, примерно как фильм с возможностью ощущать все происходящее и размышлять над ним. Но никаких сопроводительных субтитров или пояснений к моменту начала Вселенной, как и в других местах, не было. Поэтому я могу опять же все это интерпретировать только с позиции наблюдателя и неосознанного участника. В том числе, возможно, и ошибочно. Конечно же, все написанное тут не истина в последней инстанции, а только вывод, который я мог сделать здесь и сейчас со всеми теми знаниями и опытом, которые у меня были на тот момент. Ни больше, ни меньше. Получается, что по логике, если бы я изначально имел меньше информации в голове, то, скорее всего, вообще ничего не понял бы из того, что происходит и где это я. А вот если бы знал сильно больше, и если бы в процессе всплывали какие-то сопроводительные субтитры, то мы бы с вами, возможно, узнали некую, гораздо более глубокую истину, а не то, что я сейчас додумываю просто в своей вольной интерпретации. Но и, к сожалению, как вы, думаю, уже поняли, я в итоге таки скорее всего не успел вобрать никакого мега-суперопыта или мудрости всего мира в свою голову. Хотя, возможно, там и не было никакого реального информационного подключения, например, к базам Вселенной, но то, что показывалось конкретно тогда, было крайне похоже на правду. И особенно в тот момент вообще не вызывало у меня ни единого сомнения. Было такое впечатление, что все, что я видел, происходило на самом деле. В том числе логика и ощущения показывали, что все так и есть. Но у меня скорее была проблема все это правильно интерпретировать. Особенно непонятка вышла с тем моментом, что я подумал, что Творца Вселенной зовут, как и моего друга Ситтера, что в итоге вряд ли соответствует. Но запутаться действительно было очень просто. Ведь я много что видел нового для себя. И каждую секунду по ходу всего процесса срочно пытался обдумывать, как все это можно интерпретировать и понять, в чем дело и что происходит. Сознание постоянно цеплялось за новые детали и ощущения. Оно жадно хотело понять и проанализировать окружающую реальность по максимуму. И понимать, а также запоминать было много чего. Ведь даже в этот раз я детально и неспешно увидел постройку Вселенной с первого кирпичика. Минимум до 10-15 такого блока. И все они были крайне логичны. И четко соотносились с логикой каждого последующего моего слова как Бога. Но, к сожалению, я очень поздно подумал о том, что все это надо было записать на бумагу или хотя бы наговорить на видео. Точно, как говорится, помню, что я все понял и даже вроде неплохо запомнил. Но вот что конкретно, сейчас не могу уже сказать, так как было очень много информации. И она смешивалась как после гиперреалистичного сна. Но в процессе это точно было крайне интересно и логично. Также, конечно, было интересно, вернусь ли я в прежний мир снова вообще. А если вернусь, ведь я уже один раз возвращался, то возможно ли, что я стану, например, просветленным? И нормально ли в таком случае там все это снимает на камеру мой друг? Или уже давно и сам лег спать? Ну или все же не вернусь? А это все мне просто показывают перед интеграцией как раз того самого супер-мега-вселенского опыта. А далее я стану единым божественным сознанием. Хотя, еще как вариант, просто проснусь в ином мире и другой реальности. Там, где живут те самые программисты этого мира или кто знает, кто там вообще может жить? Те души, которые играют в такие сложные игры. Играют тоже непонятно зачем. Для саморазвития, для генерации энергии или же просто для саморазвлечения. К сожалению, я этого так и не узнал. Видимо, уже и так было просто через край информации. Особенно для первого просветления, так сказать. И как вы уже наверняка поняли, после того, как я увидел, как зарождалась вселенная, я постепенно начинаю понимать, что таки, скорее всего, мне все это показали для какой-то определенной цели. Или я сам все увидел. Но все-таки именно реальной остановки прежнего земного мира не произошло. И меня, скорее всего, снова вернут на нашу грешную землю. Все в те же самые изначальные условия, с которых я и начинал до этого, так называемого в моей голове, просветления. Ну и, конечно, я скоро начинаю приходить в себя. И снова видеть моего друга. Смотрю, он вроде еще снимает на телефон. Видимо, я в бреду таки говорил что-то интересное. Или просто попросил снимать с прошлого раза. Я поискал возле себя и подал ему еще и свой телефон, так как он снимает лучше. И попросил снять мой финальный монолог о том, что я уже в итоге понял к этому времени. Ведь, скорее всего, на его глазах творится невероятная история. После этого, так как меня переполняло информация и впечатление, я, естественно, начал восторженно говорить, что это, по сути, первое реальное задокументированное просветление и по-настоящему логичное понимание того, как реально происходило сотворение нашей Вселенной. Возможно, это вообще новая парадигма и понимание, что такое просветление. И тут снова все начало сходиться. Возможно, я, как уже бывалый и довольно опытный в саморазвитии, а теперь еще многое увидел своими глазами, и, может быть, меня именно поэтому вернули назад в мир, чтобы я потом и рассказал все об этом другим людям. Хотя, опять же, это, конечно, чисто моя интерпретация. Но в тот момент мне искренне казалось, что увиденное мной крайне важно и достаточно революционно. Состояние у меня, конечно, было восхищенное, тем более, что я только что побывал в космосе в момент творения миро. И все это было так реалистично и с полным эффектом присутствия. Настолько, что я даже поверил и успел, как говорится, раскатать губу, что совсем скоро сольюсь с божественным разумом и стану творцом Вселенных. Собственно, первая часть моего путешествия, напомню, именно к этому вся и вела, что я должен был, вероятно, получить весь опыт мира или хотя бы осознать, что тут происходит и зачем. А после этого также стать мега-творцом. В общем, такое небольшое резюме, чтобы вы понимали, на какой волне эйфории я был после того, как очутился и попытался что-то рассказать, снимая на телефон. Рассказать о том, что я видел и что со мной происходило, чтобы не забыть, а также, чтобы успеть записать эмоции и все остальное. Вдруг я потом и сам забуду, да и люди не поверят. Но в итоге, как говорится, ожидание и реальность совпали не совсем. А вернее, как в мемах, совсем не совпали. Если честно, то получилось достаточно скромно. И хоть я говорил вменяемо, и мыслей у меня в голове явно было очень много, но оказалось, что как только я начинаю обдумывать полученный опыт и пытаться произносить слова, то все увиденное забывается просто катастрофически быстро, как после сна. Да и я почему-то не могу по-быстрому это все четко и логично сформулировать, чтобы нормальный человек понял, о чем это я. Я вроде все еще неплохо помнил, но как только пытаюсь в голове разложить это по полочкам, чтобы оформить слова, то все конкретное знание распадается как дым. Ну а так, если сейчас сесть и подумать, что я назвал тогда просветлением? Ну, наверное, то, что увидел, как конкретно появилась из сознания целая вселенная. Причем это было на каждом этапе настолько логичным, что скорее всего, по-моему, могло быть правдой. Также я почти все время чувствовал, что Бог, наверное, таки доодин в этой реальности. Но и возможно, что и вся наша реальность еще на более высоком уровне кем-то или чем-то управляем. Неким сверхархитектором или программистами миров, назовем это так. Ведь я все равно чувствовал, что кто-то меня определенно ведет по какой-то достаточно предсказуемой логике. Или даже заранее прописанному алгоритму и что есть какое-то намного более разумное существо, так сказать, на другом конце провода. Но, возможно, это и был именно тот самый единственный Бог. Но пока до этого уровня, видимо, я еще не дорос, чтобы понять это полностью. Поэтому сейчас получается, я снова лишь микроскопическая частичка этого бытия. И снова пребываю здесь, играя во что-то. Например, саморазвитие и набор опыта. А может и просто в жизнь, как она есть. Но опять же, свою немалую часть ответов я все же получил. Видимо, для меня все еще был до конца нерешенным вопрос про то, что такое и откуда взялось изначальное добро и зло. И вообще, как, собственно, получилось в итоге все это разнообразие планет и живых форм. И в любом случае, ответы и происходящее там казалось правдоподобным и даже мега-реальным, а совсем необычным сном. Информация о тем более впечатлении, в итоге особенно для первого раза, показались более чем эпичными и уж точно намного круче, чем смотреть любой фильм в самом крутом кинозале. Хотя, опять же, кто знает, может, через сотни лет такими и будут продвинутые кинозалы или, лучше сказать, нейронные компьютерные клубы, альтернативная реальность, где, например, это заранее программируется, а потом ты переживаешь подобное на практике. То есть чувствуешь себя Богом, создаешь целые вселенные и, конечно, не только видишь все, но и управляешь процессом от первого лица, ощущая все это, так сказать, с полным присутствием и погружением. Возможно, осталось только подождать. Ну а пока, в условиях сегодняшнего, еще не настолько технически продвинутого мира, это, конечно, интересный опыт. И более того, по описанию, даже довольно похожий на так называемое «просветление» многих других известных просветленных. И хотя, крайне тяжело сказать, было ли это совсем похоже на просветление других людей, описывающих подобное состояние. Плюс и у каждого, конечно, свой неповторимый опыт, да и затем на кого-то подобный опыт так называемого «просветление» влияет в большей степень, а на кого-то в меньшей. Но даже, банально самому, побыть Богом, единым-единственным сознанием и увидеть, как зарождается Вселенная, тоже неплохой опыт, как минимум. Также, справедливости ради, следует отметить, что слово «просветление» многие переоценивают как по значимости, так и вообще по масштабу. Да, конечно, для обычного человека некое внезапное наступившее «просветление» в теории должно полностью поменять картину мира. И да, многие люди после этого действительно прекращают заниматься своей прежней деятельностью, уходят в эзотерику или в религию, или просто становятся мудрецами и духовными учителями-одиночками. Но опять же, это обычные люди, а те, кто и до этого занимался десятки лет психологией, мистикой, религией или эзотерикой, и так практически все это давно знают. Просто они пока знают все это в теории, но еще не почувствовали подобного на практике. А так, даже банальное понимание, что ты не есть тело, а душа, что мир иллюзорен в своей сути, что изначальное сознание едино, а мы все временные его части, которые развиваются и получают опыт, чтобы обогащать целостную систему. Ну, по сути и все. 95% так называемых просветленных говорят только лишь об этом, просто в разных вариациях и разными словами. Но еще, возможно, некоторые особо продвинутые могут сознательно подключаться к так называемому информационному полю Земли или даже всей Вселенной. Ну вот, по сути, и вся разница. Но ничего, прямо уж сверхмагического в обычном просветлении, особенно в частичном, нет. Хотя, конечно, у просветления еще может быть множество уровней и вариантов. У каждого свой опыт, каждый, так сказать, способен погрузиться на свою доступную именно для него глубину в ту самую кроличью нору, чтобы осознать, насколько она глубока. Ну и да, она, скорее всего, вообще бесконечна или практически бесконечна. Просто надо расти, совершенствоваться, развиваться в разных направлениях и постепенно вам, или вернее, вашему сознанию, будет доступно все больше и больше из тех опытов, о которых говорят просветленные, если они вам вообще нужны. Просто, многие сильно переоценивают все эти мистические опыты. Хотя некоторые и недооценивают, но все же есть определенные критерии и, как ни странно, многое уже довольно глубоко изучено мистик, эзотериками, просветленными и святыми. Но об этом мы поговорим чуть позже, или еще лучше отдельно, ведь о настоящем просветлении и что это такое можно спорить практически бесконечно. В любом случае не стоит сразу на это рассчитывать. Но даже если это произошло или когда-то произойдет с вами, главное все равно не впадать в иллюзии и гордыню мнимого великого просветленного. И надолго в это просветление не заигрываться. Лучше показать в реальность, что в итоге ты понял, как это осознал и что тебе это дало. А главное, как ты смог или как смогла встроить эти так называемые озарения и осознанность в свою последующую реальную жизнь. И в итоге прожить ее еще более достойно, чем те люди, у которых такого опыта не было. Иначе в чем тогда польза и практический смысл всем этим саморазвитием заниматься? Ну а так, вообще если отложить все формальности, то по факту это конечно был мега фееричный опыт. На самом деле просто феноменально. Если честно, превзошло в десятки раз и мой запрос и все мои самые смелые изначальные ожидания и догадки по этому поводу. Поэтому все же при всех опасностях и возможных побочных эффектах могу признать, что подобный опыт получить конечно же очень заманчиво, но повторять второй раз пока не очень хочется. Кстати, возможно в том числе из-за наступившего отравления у меня появилось небольшое отвращение ко вкусу мухомору. Я потом читал, что в принципе у многих наступает подобное, и второй раз уже много кому грибов больше не хочется и даже начинает немного подташнивать от их вкуса и даже просто запаха, хотя вначале они наоборот нравились. Вот и у меня произошло подобное. Хотя может быть проблема и в том, что через время мне дали понюхать и попробовать совсем другие мухоморы из совсем другой местности, а те, которые были у меня первыми, я собственно все съел, чтобы получить такой изначальный эффект. Так что имейте в виду, что некоторые мухоморы в зависимости от вида и региона произрастания могут быть как очень вкусными, так и немного странными и неприятными на вкус. Усиливает ли этот неприятный вкус какие-то галлюциногенные эффекты или наоборот их ослабляет, мне лично неизвестно. Но пока повторять не очень хочется. Также, что еще очень важно, если вы хотите не потерять полученный опыт, свои инсайты и прочие озарения, не забывайте сразу же все детально записывать. Возможно, ручкой на листе бумаги, голосом на диктофон или текстом на телефон, а по возможности и полностью все снимайте на видеокамеру. На самом деле, я и сам быстро понял, что уже забыл большую часть из того, что видел, поэтому и не могу передать вам всех деталей и впечатлений словами. Но было очень много интересного. Кстати, наверное, поэтому я так подробно и расписываю свой опыт. Во многом, для самого себя же, чтобы хоть немного освежить его в своей голове. Частично, сам процесс размышления и записывание помогает вспомнить некоторые подробности. Конечно же, это не панацея и многое вы забудете. Но это таки допомогает, так как на данный момент я уже записал чуть больше, чем мог вспомнить после финального пробуждения. Так что совет. Записывайте сразу все и максимально быстро, как сможете. Проговорите все, что видели, какие эмоции испытывали и все остальные детали, цвета, образы, чувства, ощущения и остальное, а то уже через пару минут, возможно, вы забудете все основные подробности и этот опыт останется с вами только внутри. Но понять его головой вы так и не успеете. Также, опишите в подробностях, какие выводы вы сделали хотя бы предварительно, как вы поняли и как бы еще альтернативно могли интерпретировать увиденное. Полезно или не очень это было для вас по вашему же мнению? Тогда, через время, у вас хоть будет возможность возвратиться к этим записям, перечитать, переслушать или пересмотреть видео с камеры. Тем более, если происходило что-то подобное, интересное и познавательное. Будет обидно это потерять, учитывая, что достается это довольно дорогой ценой и по времени, и по нервам, и по всему остальному. Я чувствую, что отходить после подобного приключения мне нужно будет еще как минимум день. Скорее всего, и вы также не сможете работать в тот же день, да и на следующий наверняка будете чувствовать себя далеко не так бодро, как обычно. Но в моем случае оно, думаю, того стоило. Даже если учитывать, что почти все забылось. Ведь было ли еще что-то интересное, кроме тут написанного? Да, было. И очень много. Примерно половина или даже две трети каких-то разрозненных деталей я еще смутно припоминаю. Сам факт, что было еще много чего, но рассказать об этом в подробностях уже нереально. Я, правда, и не сразу начал записывать, ведь я приходил в себя немного еще и в середине трипа, но было плоховато и хотелось куда больше поспать и зарыться поглубже в одеялко, чем писать длинную поэму. А когда чуть позже, уже почти днем, все-таки заставил себя начать записывать первые строки, то еще вспоминались и крутились образы, но пока эту часть дописал, остальное уже почти забылось. Скорее всего, даже самое главное первым делом и забылось. Вернее, забылось самая главная конкретика и детали, остались скорее в основном эмоции. Так что не забывайте, что если было что-то, что вам кажется важным, если вы не запишите, то как после сна 50-70% информации забудется почти сразу, максимум за первый час или два, остальное почти полностью сотрется из памяти уже через сутки, вместе с большинством эмоций и осознанием важности того, что было. Ну и, конечно, напрягать голову и заниматься подобными записями сразу после отравления не так просто, как кажется. Возможно, вас будет тошнить, мутить, кружиться и болеть голова. Потом еще полдня, скорее всего, после этого вам сильно захочется спать, а также еще некоторое время понадобится для восстановления как здоровья и для усвоения полученного опыта. Так что записывание это еще то испытание на стойкость. Хотя даже если у вас, как и у меня, ничего не получится и почти все забудется, то тоже не очень страшно. Для подсознания наверняка тоже получите немало. Поэтому лично я, несмотря ни на что, оцениваю это как скорее полезный опыт, но и точно очень эпичный и необычный, так как по шкале реальности это было, как говорится, на 12 по 10-бальной системе. Просто сверхправдоподобно. Так что, наверное, Бог ощущал бы себя при подобном опыте именно так. Плюс, все, что я наблюдал за 4-6 часов, было идеально логичным. Настолько, что вообще ни разу у меня не закралось ни единого подозрения, что что-то не так, как иногда бывает во снах. Хаос, нелогичности, расплывчатость или что-то подобное. Все предельно, как в обычной жизни или в документальном кино с полным погружением. Я вполне поверил, что эти образы и ощущения настолько же реальны, как и привычный нам мир. Ну и главный показатель, что я же только после второго или даже третьего такого возвращения начал понимать, что, скорее всего, меня таки вернут назад в прежний мир. И в этот раз будет, как люди по классике рассказывают после клинической смерти, что им дают еще один шанс прожить эту жизнь наконец более адекватно. И уже хоть с какими-то минимальными подсказками из высших миров. Но и главное, с пониманием, что вся эта информация в книгах уже есть. И ее можно найти при желании даже тут на Земле. Бесценная, по сути, информация для саморазвития уже хотя бы о том, что ты действительно душа и даже частичка Бога по его образу и подобию. Просто сейчас тебе, видимо, по какой-то причине все еще интересно во все это поиграть, как в компьютерной игре. Возможно, это полезно для твоего последующего саморазвития. Или даже как раз для того, чтобы поэтапно научиться быть им, этим самым абсолютом с большой буквы. Ну а этот мир, пусть хоть и не совсем реальный, но зато полезный и интересный полигон для проживания и тренировки чего-то. Возможно, для роста души и некого уровня духовного развития. Ну или просто высшая сущность устраивает себе такое развлечение, как в компьютерной игре. Опять же, пока с непонятными целями, о которых можно только догадываться. В худшем случае мы и правда можем находиться в большой компьютерной симуляции, как в тюрьме. Типа как в фильме «Матрица», а может и того хуже. Например, жить в реальной тюрьме какого-то другого мира с насильно одетыми на нас приборами вроде шлемов и очков искусственной реальностью, в то время как кто-то качает с нас энергию, страдания или иное подобие гаваха. Ведь действительно иногда кажется, что этот мир слишком уж жестоко нас испытывает. И кто знает, может это тоже нужно кому-то банально для корма и добычи ресурсов. Ну или это все же полезно и нам самим для духовного роста, а может быть и то и другое вместе взятое. Но опять же, конкретно об этом ничего не было, поэтому я и не берусь додумывать то, о чем мне доподлинно неизвестно. Ну и конечно, воспринимайте всю эту информацию не как истину в последней инстанции, а с учетом того, что все эти выводы исключительно мои субъективные. Так что это, конечно же, далеко не стопроцентно достоверный источник получения важной информации. Но зато меня лично, как непредвзятого логика и аналитика, вообще не склонного к различного рода мистификациям и излишне эзотерическим объяснениям картины мира, крайне удивило, что я логически и даже относительно математически увидел и осознал, как происходит зарождение мира. Это, правда, был не очень сложный расчет, построенный в основном на логике, но я этого точно ни в какой литературе ни разу не встречал и даже никогда не обдумывал всерьез подобные темы типа рождения Вселенной. Да, к сожалению, сейчас я уже точно не помню и не могу описать весь процесс, в чем конкретно эта логика заключалась, но она мне показалась вполне достоверной и даже достаточно гениальной. Настолько, что я был в мега приподнятом состоянии и даже уверен, что если люди об этом узнают, то это изменит многое, что и в науке, или как минимум во всей эзотерике. Да и реально было очень похоже на прямой просмотр информации из некого информационного поля Вселенной или опять же возможно на так называемое просветление. В том числе, потому что данному знанию я не встречал альтернативы и оно в моем случае не могло быть получено никаким другим объяснимым путем. Но понятное дело я видимо решил, что точно запомню все основные подробности, тем более, что это было так логично, явно и безальтернативно, что поэтому только через полдня после прогулки я решил все это записать и в тот момент понял, что уже почти ничего не помню. А так, реально было очень много конкретной информации и конкретных шагов, которые были важны именно в правильной последовательности. Но и опять же, даже учитывая, что я это видел сам, то далеко даже не каждый профессиональный писатель сможет рассказать о своем опыте сжато и логично, и даже банально запомнить все подробности и воспроизвести их в нужный последователь. Возможно, кстати, именно поэтому известные пророки прошлого почти все также говорили довольно туманно и с большим количеством метафор, так как это запомнить в деталях, потом хоть немного понять, а затем и адекватно описать довольно трудно. Короче, то, что слишком много забылось, это скорее всего банально ограничение именно моего тела, моих навыков и моей памяти, так как никто, конечно, не говорил, что это секретно и не говори об этом человечеству или что-то подобное. Просто если вам показать что-то сложенное, а потом через день попросить описать этот процесс в подробностях, то вероятнее всего вы и сами начнете играть в очень испорченный телефон. Поэтому все тут изложенное не претендует на истину в последней инстанции. Что, как говорится, вспомнил и как вспомнил, то на данный момент и рассказываю. А так, в целом, как уже понятно, все происходящее в моем случае очень походило на объединенную идею почти всех известных религий и эзотерических учений. Особенно на то, что рассказывают учителя Адвайта Веданте, например, тот же Роберт Адамс. Мы как раз в последнее время выкладываем немало подобных аудиокниг на наш книжный ютуб-канал. Поэтому я их частично слушаю по роду деятельность, но в целом это все просто логично. И также вся эта информация местами встречается в немалом количестве любых распространенных духовных учений Земли, включая христианство и многих-многих других. При этом опять же никаких прямых намеков на взаимосвязь ни с одной из существующих религий мира я не наблюдал. Ни Иисуса, ни Будды, ни Кришны, ни Мухаммеда, даже инопланетян. Огромных грибов, духов или каких-то других сущностей мне не попадалось. И никто со мной не говорил. Только реальная реальность, Вселенная, космос и наш реальный мир с одним единственным Абсолютом, обладающим со всеми общим знанием. Ну а могу ли я это посоветовать кому-то другому? И как будет именно у вас, если вы попробуете подобное, никто не знает. Скорее всего, то, что вы поймете, сильно зависит именно от вашего мировоззрения и предыдущего опыта. Уверен, что христианин, например, поймет одно, буддист второе, мусульманин третье, эзотерик четвертое, а наркоман с тремя классами образования совсем пятое. Причем, даже если они увидят одно и то же и испытают приблизительно одинаковый опыт. Так что, надо быть очень осторожным с информацией, которую вы видите и чувствуете, чтобы не принять то, что вам бы хотелось за истину. Ведь ваш мозг однозначно будет всегда стремиться объяснить все происходящее с точки зрения вашего предыдущего опыта и знаний, находящихся у вас в голове в данный момент. Поэтому крайне велика вероятность, что вы по факту увидите одно, а объясните это себе в своей голове совсем по-другому. Так что, будьте крайне осторожны с быстрой поверхностной интерпретацией и не поддавайтесь соблазну думать, что вы на сто процентов правильно понимаете все, что происходит. Лучше после непосредственного опыта и переживания еще раз через время дополнительно пару раз подумайте над полученной информацией и увиденным, после чего попытайтесь интерпретировать все более отстраненно и логично, так как ваше критическое мышление и логика во время подобных экспериментов вполне могут давать сбой. Но и, конечно, не уделяйте слишком большого значения любому странному опыту, так как велика вероятность, что это просто сон, но также не меньше вероятность, что вы просто таким образом проникаете в глубины своего же или общего бессознательно. Хотя, кому-то возможно таки удастся уйти еще глубже, вплоть до своего изначального божественного своя, даже внутри самого себя. Но, опять же, не на 100% точно, что такое вообще возможно, и тем более, что это случится именно с вами. Так что будьте бесстрастны, анализируйте и перепроверяйте любой опыт. Помните, что в вашей голове, как и любого другого человека, могут быть мелкие баги и ошибки сознания, которые обычный человек никогда и не заметит в своей же логике. Чаще всего нелогичности в своей голове кажутся уверены, что адекватно воспринимаем реальность, но на практике это может привести к очень серьезным заблуждениям и самообманам. Так, например, не секрет, что многие представители традиционных восточных боевых искусств и прочие боевые романтики часто любят мнить себя супер-бойцами. Конечно же, многие годы, не очень напрягаясь, занимаются с такими же, как они фантазерами в теплом спортивном зале. Но чаще всего, когда подобные романтики мира боевых искусств выходят на ринг с профессиональным бойцом, чтобы перепроверить свои навыки, то даже обычный средненький боксер не оставляет и следа от их прежних убеждений и их иллюзорной картины мира, уже в первые секунды отправив нокаут полежать на ринге. По сути, этим и отличается реальность от фантазии, что ее так или иначе можно перепроверить на практике. Нельзя, конечно, сказать, что подобные фантазии и заблуждения это тяжелое отклонение или разновидность шизофрении. Скорее всего, это просто некий легкий самообман и желание выдать свою идеальную картину мира за действитель, причем часто для самого же себя. То есть, многие люди искренне заблуждаются в своих способностях, просто не проверяя свои силы и знания на практике и даже не подвергая их реальному логическому анализу и критике. Возможно, если у вас получится научиться по-настоящему подвергать все свои убеждения и опыт реальному анализу и критике, то вам откроется в тысячи раз больше настоящей истины, чем любому впечатлительному эзотерическому романтику. Так что да, очень важна проблема с мудрой интерпретацией своего опыта. И если вы пока не уверены, что способны на это, опять же, наверное, лучше пока не тратьте время и занимайтесь саморазвитием или же хотя бы посоветуйтесь с более мудрыми людьми, которые могут помочь вам проанализировать ваш опыт, если вы детально его опишите. Хотя и для этого вы должны быть как минимум в состоянии его запомнить и правильно передать словами. Ну и естественно мы, как портал саморазвития, конечно же советуем стараться дорасти до того уровня, когда вам уже не понадобятся никакие психоделические средства, чтобы понимать, что истина, а что ложно. И в идеале даже научиться осознанно черпать информацию из первоисточник, а не только из книг, если такой процесс вообще возможен. И да, конечно многие утверждают, что мухомор один из многих теоретических вариантов попытаться сделать подобное. Но главное не увлекайтесь и безусловно не доверяйте никакой информации, ни от кого, и тем более из каких-то видений. Лучше, конечно же, найти возможность получать знания без применения каких-либо веществ, а также научиться подвергать любое знание мудрой проверке и критике. Тогда, наверное, вам не повредит практически никакой опыт, чего мы вам и желаем. Поэтому мы сами на данный момент считаем, что это может оказаться неплохим опытом и своего рода экстремальным развлечением для мудрых и духовно развитых людей, если этим не злоупотреблять. А вот фанатиков и тем более наркоманов это скорее всего ведет еще дальше от истины. А возможно и вообще от здравого рассудка. Так что главный совет занимайтесь саморазвитием, прокачивайтесь, становитесь умнее и скорее всего любой опыт, как с любым веществом, так и без него, станет в последующем намного более полезен. Поэтому сосредоточьтесь именно на саморазвитии, но остальное уже со временем на свой страх и риск, если вы уверены, что вам это нужно. Как сказал великий поэт и суфийский мистик Амар Хайям, знайся только с достойными дружбой людьми, с подлецами не знайся, себя не срами. Если глупый лекарство нальет тебе, вылей, если мудрый подаст тебе яду, прими. Поэтому самое главное стремись стать мудрым, а остальное само приложится. И истина, как говорится, найдет сама, как самовыразится, через вас. Мудрому, опять же, мало что повредит, и почти любой опыт ему будет во благо, а немудрому может повредить даже полезный опыт. Так что стремитесь к саморазвитию, а остальное само приложится. И напоследок, многие еще спрашивали про алкоголь и подобное. Ну, конечно, мы как портал саморазвития против алкоголя в любом виде и сочетать ни в коем случае его ни с чем не советую. Как и употреблять вообще? Одно из самых опасных свойств алкоголя и различных подобных наркотических средств это привыкание. В идеале вы никогда не должны ни к чему привыкать и ни от чего зависеть. Поэтому наверняка лучше и менее вредоносно раз в год употребить пару мухоморов, чем регулярно пить алкоголь. Еще, кстати, как предупреждение, существуют и так называемые пантерные мухоморы. Считается, что они действуют в два-три раза сильнее, чем обычные. Так что с ними надо быть втройне осторожными. И тем более не превышать рекомендуемые дозировки. Но и естественно, если вы у себя какие-то проблемы и так называемые баги мышления и сознания уже выявили, то скорее всего вообще не стоит экспериментировать ни с какими меняющими сознание веществами. Опять же, лучше занимайтесь саморазвитием, пока хотя бы основные страхи, заблуждения и нестабильности психики не уйдут. Иначе есть вероятность, что ваша проблема только ухудшится. Так что если проблему не тяжело решить другим способом, лучше решите другим. Займитесь саморазвитием, послушайте духовные книги или даже сходите, например, к хорошему психологу. Мухомор в большой дозировке, наверное, лучше всего поможет именно тогда, когда вы уже не знаете, куда развиваться дальше. Возможно, тогда он и даст вам пару хороших советов и пинков на пути именно вашего саморазвития. Ну а на этом все. Да пребудет с вами мудрость, сила и новые опыты, причем желательно без применения каких-либо веществ. Но даже если решитесь, то лучше, конечно, не перебарщивать и обязательно возьмите друга, помощника и наблюдателя, так называемого ситтера. Иначе и запомните меньше, а возможно и разобьете себе голову обо что-то или даже выйдете во двор кричать о своем просветлении, пугая соседей. Ну а это, надеюсь, никому не надо. И главное, можем ли мы подобное посоветовать? Без особой необходимости, и если вы подсознательно не чувствуете, что вас притягивает к этому опыту, то вряд ли. Хотя и многие практики утверждают, что для них это было большим толчком и поворотом в их жизни. Но что в реальности для меня изменилось? Да толком ничего, но местами появилась какая-то новая информация к размышлению и новый опыт. Но было ли что-то принципиально и отличное от того, что можно вычитать в эзотерических и духовных книгах? Едва ли. Если вы умеете вдумчиво читать, и у вас есть время хотя бы на полтысячи разнообразных книг по саморазвитию, то думаю, вас уже мало что удивит в этой жизни. Поэтому, скорее всего, лично я бы посоветовал начать свои эксперименты и путь саморазвития именно с чтения первых 500 книг. Не зря же мы ведем один из самых крупных каналов с аудиокнигами. Но более рискованные эксперименты советую оставить на потом. Так сказать, как вишенку на торте, когда ваше сознание станет уже достаточно подготовленным. Хотя я хотел, конечно, оставить тут в завершении немного полезной информации и для более продвинутых ищущих, которые уже прочли те самые 500 и даже тысячу книг, чтобы не останавливаться только на сухих и чисто логических выводах. Да и многие наверняка ждали, когда здесь начнется именно эзотерик, но что-то опять пошло не по плану. Когда я начал писать окончательный вывод, в завершении этого видео в двух-трех планируемых абзацах, то он неожиданно даже для меня стал по наитию разворачиваться и разворачиваться, пока не разросся до еще нескольких десятков страниц, поэтому из-за объема придется опубликовать его отдельно. Так что если вам интересен более эзотерический и глубокий вывод со всего моего предыдущего опыта и знаний, то смотрите далее небольшой, можно даже сказать, Евангелие от портала саморазвития, или даже правильнее будет Евангелие от всех и никого одновременно. По сути, информация из всех предыдущих книг, от всех предыдущих учителей, моего опыта и самого бытия собранное воедино. Ну а на этом прервемся. Всем саморазвития, удачных опытов и да пребудет с вами сила любви, добра и мудрости. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки, как всегда, будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. на экране. Пока! 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 Пока!